Подскажите, как продать квартиру в новостройке? Смотрим, договариваемся, задатки и все. И так уже несколько раз, можете согласиться, радовались. Друзья мои, я хочу вам дать совет. Для того, чтобы продать квартиру, а также для того, чтобы что-либо сделать в эзотерике, вам необходимо быть эзотериком, и это необходимо поставить на первое место. А для того, чтобы быть эзотериком, нельзя быть просто человеком с улицы. Начните заниматься эзотерикой, занимайтесь ей профессионально. Для того, чтобы делать это профессионально, пройдите первую ступень школы Кайлас и вторую ступень школы Кайлас. Они именно сейчас выложены на сайте YouTube, совершенно бесплатно на моем канале. Не будьте людьми, которые делают шарики из какашек. Делайте сами какашки. А то вы снимаете пенку, знаете, и делаете неправильно. Будьте тем человеком, кто разбирается, тот, кто не перекладывает на себя ответственность. Знаю ли я, как вам помочь? Да я вообще все знаю. Я знаю, как продать, знаю, чтобы продавалось многое, знаю, как стать богатым, знаю, как сделать так, чтобы везло, знаю, как жить в мире со своей семьей, знаю, чтобы дети не болели, знаю, чтобы дети умными были, знаю, чтобы там и дальше, что только я не знаю. Как вылечить и как изменить и как поменять и так далее. Но я здесь сижу не для этого. Я здесь сижу для того, чтобы вы могли этому научиться сами, а не делать так, чтобы Андрей Андреевич, ну-ка подскажи. Задайте себе вопрос, для чего мне это делать. Вот четки я объясняю, каким образом там их зарядить и так далее. Почему я это делаю? Вы перейдете на сайт, после этого купите эти четки у меня. Понимаете, я на этом заработаю деньги. А как продать квартиру? Зачем мне это? Нет, ну серьезно, зачем мне это? Или вы думаете, я милосердный человек и готов помочь всему миру? Да нет, я к миру вообще никакого отношения не имею. Здравствуйте, Андрей Андреевич, я постоянно падаю, происходит будто провал сознания. Есть ли какие-то методы помочь себе? Методы есть. Вам необходимо пойти и сделать МРТ, коры головного мозга, а также сделать энцефалограмму. После этого, когда появится четкий диагноз, на фоне диагноза, на фоне того анамнеза, который у вас существует в вашей жизни, будет поставлен диагноз, и после этого можете обращаться и сказать, у меня энцефалопатия коры головного мозга, вегетосудистая дистония, или у меня там стеноз сосудов, или у меня там еще что-то, ишемическая болезнь. И после этого задать вопрос, как вылечить ишемическую заболевание мозга, допустим. Или Альцгеймера, или еще там чего-либо. Подскажите, можно ли помощью эзотерики избавиться от очень болезненного мозоля на косточке пальца на ноге? Конечно. Открываю свою новую книгу, которая называется «Магия лечит». И здесь пишу мозоль, да? Мозоль. Сейчас посмотрю, есть у меня тут мозоль. Дистония, 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 дистония. Как избавиться от такого мозоля? Необходимо взять медную монетку, потереть одной стороной об одну часть ноги, другой стороной об другую часть ноги, после чего взять эту монетку и закопать на перекрестке. Таким образом, мозоль можно убрать. Спасибо.